здравствуйте если кто-то из моих знакомых попросит моего совета в приобретении ножа стоимостью до 100 долларов для выхода на природу то скорее всего в первую очередь я посоветую этот нож это нож компании гербер называется у него длинное название bear grills ultimate fine edge это второй нож в линейке первый нож в линейке называется bear grills ultimate fix it blade он отличается тем что на большую часть режущей кромки сделан серрейта и есть еще третий нож в этой линейке он называется ultimate pro fix it он отличается тем что там конструкция используется full танк через всю рукоять идет хвостовик на самом деле мне это вот модель нравится больше всего потому что ну как-то как-то так сложилось просто стоит этот нож от 50 долларов на ebay и версия про fix it стоит где-то не больше 100 долларов это порядка 75 80 долларов на ebay значит я на самом деле к приобретению этого ножа несмотря на его невысокую цену шел долго потому что меня отпугивал вот этот вот преувеличенно брутальный выживальщицкий баллен какой-то 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 просто пиздецовый вот этот вот внешний вид то есть я каждый раз когда читал про этот нож смотрел видео думал блин ну это действительно какой-то какой-то просто пиздец выживальщицкий на самом деле нож очень неплохой я очень рад что я его приобрел единственная бы конечно был рад если бы компания гербер выпускала две версии этого ножа один скажем полностью такой выживальщицкий то есть скажем в каком-то оранжевом неоновым ярком исполнении чтобы его вообще невозможно было ни в траве ни в снегу потерять и другой какой-то более милитари спокойный там камуфляжный темно-зеленый черный нож вот полностью я думаю что скорее всего продажи у них пошли бы бодрее хотя этот нож в принципе когда появился он и так стал лидером продаж давайте поподробнее рассмотрим вот этот вот переносной спасательный комплекс имени сергея кужугетовича шойгу нож сидит в ножнах очень плотно здесь есть дополнительный клапан для того чтобы его не потерять вот он но при этом я считаю что даже он не обязателен потому что благодаря вот этим вот пластиковым скажем так деталям нож он совершенно не вываливается его можно трясти сколько угодно он не вывалится из ножен нож мы пока уберем и значит что представляют собой ножны ножны это целый действительно спасательный комплекс первое что мне в них не нравится вот это нейлоновая составляющая на самом деле она очень длинная и несмотря на то что здесь есть вот такой вот фиксированный вертикальный и горизонтальный подвес для горизонтального подвеса вот эти петли они очень маленькие то есть нормальный мужской ремень сто процентов сюда не влезет они сделаны скорее для красоты к сожалению но или для того чтобы как на какое-то снаряжение может быть подвешивать на этот нож второе вот эта нейлоновая часть на мой взгляд она слишком длинная то есть если нож у вас висит на бедре вертикально то он чуть ли там не на середину бедра ну окей ладно вертикально еще более-менее горизонтально очень широко получается наверное но это такой несущественный минус значит сразу покажу что здесь у нас нарисована целая табличка для подачи сигналов всяческим там вертолетчиком самолетиком меня это немножко развеселило потому что например вот этот вот знак когда человек стоит и машет в одном направлении руками он обозначает что нельзя приземляться но я думаю что какой-нибудь там вася или хуан который летит на вертолете он может понять с точностью до наоборот эти обозначения мы будем надеяться что все летчики такие профессионалы дальше здесь целая инструкция по выживанию у нас кармашки хорошая такая бумага которая скорее всего не боится влаги и beer grills знаменитый выживальщик делится с нами своим опытом здесь по краю идет линейка делится с нами своим опытом как развести огонь в диких условиях как добыть воду как сделать палатку как подать сигнал вертолету с помощью ножа сделать силки для того чтобы поймать какого-то зверя или птицу и как правильно завязывать узлы и с другой стороны линейка дюймовая у нас ну как сказать конечно можно улыбаться сколько угодно но я так понимаю что вообще весь этот нож и ножны сделаны по принципу а вдруг пригодится вот скорее всего никому не пригодится а вдруг кому-нибудь пригодится и если это кому-то даже поможет спасти жизнь или выжить в диких условиях то это на самом деле очень очень неплохой момент дальше дальше здесь у нас ножны открываются имеется алмазный брусочек для того чтобы поправить очень приятное дополнение на мой взгляд ничего плохого я в этом не вижу вообще вот лично для меня хватило бы ножен вот такого вот размера то есть без вот этой вот скажем текстильной части если бы вот здесь вот так как нож очень плотно здесь сидит если бы здесь была бы какая-то пластиковая петля для меня было бы более чем достаточно я считаю что вот эта часть это уже конечно чрезмерно много но все равно все равно прикольно так дальше здесь идет у нас огниво огниво рабочие хорошо высекает искры потом посмотреть будет даже свисток который был вот здесь на ноже я переставил на огниво не так удобно свисток ну-ка достаточно громкий прикольный свисток как это поможет выживание в джунглях или в тайге неизвестно ну может быть по крайней мере можно там своих каких-то товарищей подозвать нож переставляется на обе стороны то есть может носить как правша так и левша совершенно не имеет никакой разницы здесь в ножнах вот есть такие металлические вставки на самом-самом вот здесь вот вот здесь вот на самом краю я честно говоря не понимаю их предназначение но с учетом того что весь нож и ножны настолько продуманы скорее всего скорее всего скорее всего наверное какая-то глубокая мысль в это закладывалась здесь написано название фирмы гербер инициалы beer grills и для тупичков значок огонек что это все-таки огниво вот такие ножны ножны мне конечно больше нравятся чем не нравятся несмотря на то что может быть в них есть что-то лишнее вот так вот у нас высекаются искры этим огнивом но я думаю что достаточно значит выполнен клин из китайской стали 7 chrome 17 м уви нормальная сталь на самом деле мое мнение что лучше нож с которым вы идете куда-то в лес пускай он будет выполнен из какого-то простого пластилина который легко подточить легко довести на месте чем взять с собой какой-то супер дупер высокоуглеродистую сталь которая вас просто сломается от того что она классно режет но при этом хрупкая вот 24 с половиной сантиметра длина ножа 12 с небольшим сантиметров длина клина 4 и 8 миллиметра толщина обуха очень прикольная форма лезвия drop point вогнутые спуски на две трети клинка небольшое фальш лезвие сверху вот здесь вот очень мощный кончик он реально толстый реально мощный то есть нож действительно он вселяет уверенность такой по виду надежный значит хвостовик я видел фотки в интернете что хвостовик здесь идет аж вот до сих пор то есть где-то миллиметров может быть 5 7 между навершием и концом хвостовика он практически через всю ручку идет то есть тяжело представить ситуацию при которой нож может вылететь из рукояти значит ну раз уж я начал по клину на клине здесь надпись beer grills гербер сверху на обухе выпил специальный для огнива чтобы легче было искры высекать ну и здесь тоже так вот серийный номер ножа и значок для тех кто не понимает для чего этот выпил собственно говоря сделан покрытие я думаю что скорее всего это какой-то тефлон будем надеяться что будет более-менее сколько дальше по рукояти рукоять таких вот серо-оранжевых цветов опять же оранжевый добавлен явно для того чтобы нож не потерялся где-то в траве или в снегу вот это вот пластиковая я даже думаю что это скорее уже все-таки гарда потому что она полностью прикрывает вот палец то есть за счет того что здесь настолько глубокая подпальцевая выемка и вот здесь вниз спускается вот эта гарда совершенно невозможно представить ситуацию при которой палец соскочит на режущую кромку то есть очень хорошая фиксация очень хорошая фиксация как голой рукой так и перчаткой верхние вот эти вот верхняя вот эта насечка она скользкая она не выполняет свою функцию большой палец скользит совершенно свободно по рукояти но опять же здесь как бы это не является какой-то такой проблемой большой потому что рука защищена я даже считаю что на самом деле если бы как у классических каких-то вот скандинавов верхней части вот этой верхней педали бы не было и было бы плавный плавный переход из рукояти в обух то может быть было бы даже удобнее при каких-то там мелких работах рукоять нравится обалденный такой вот прорезиненный пластик хорошо цепко держит ладонь здесь как вы видите тоже такой выживальщицкий мотив два отверстия это скорее всего для того чтобы можно было там сделать копье а-ля джон рэмбо и просто захерачить какого-то там кабанчика или еще кого-то навершие сделано из какой-то специальной нержавейки может выполнять функцию молотка как долго покажет только вот практика использования то есть отвалится оно не отвалится я надеюсь конечно что не отвалится на месте сделан отверстие для темляка хотя я люблю больше конечно когда отверстие для темляка внизу но это уже как бы не существенно дальше я уже сказал что здесь очень хорошая уверенная подпальцевая выемка и было бы здорово если бы вот это вот спинка она была бы более такая скажем ну выпуклая тогда нож скажем более уверенно вот упирался бы именно в центр ладони при хвате хват любой очень удобен очень уверенный хват что так что так что обратно то есть можно колотить сколько угодно со всей силы все будет прекрасно держаться что еще еще я хочу сказать что если вы задумались о приобретении этого ножа то пускай вас не пугает вот это вот маркетинговая вот это вот вся мишура которая вокруг этого ножа создается вот тут реклама инициалы бера грилса что это все на самом деле нож реально неплохой он классный он стоит каждого своего цента каждый свои копейки он стоит за такие деньги это вообще шикарный нож если человек действительно вот на мой взгляд если человеку не нужно там 10 20 30 ножей им достаточно одного для выхода на природу именно не просто там шашлычок с друзьями порезать а вот так вот в лес чтобы поковыряться по ну скажем так в поход куда-то то этого ножа с его размерами с его весом 300 с небольшим грамм нож и 400 с небольшим грамм вместе с ножнами мне кажется что для мужчин это более чем терпимо и должно всего хватать нож понравился спасибо за обзор всего доброго